девчонки всем привет сегодня я хотела собрать косметичку на текущую неделю сначала хочу показать как немножко у меня сейчас организованное пространство на комоде значит в этом органайзере как обычно у меня большие палетки вот в этот контейнер я поставила палетки которые у меня появились в этом году чтобы пользоваться ими почаще здесь у меня яркие и красные помады из проекта по красным помадам в этот подносик я выложила палетки которые будут хорошо сочетаться вот с этими помадами потому что я поняла что мне так будет удобнее то есть здесь у меня хранятся палетки которые по цветовой гамме с ними можно составить какой-то такой золотистый бронзовый макияж который будет классно смотреться с красной помадой и вот здесь у меня получается хранится весь мой project pen только средства которые находятся во всех моих project pen of у меня их уже не знаю по моему больше трех и я очень давно не снимала видео о косметичке недели где-то наверное около месяца я их не собирала дело в том что в анталии стояла аномальная жара в прошлом году такого я не наблюдала и действительно я намного меньше красилась менее организованно у меня шел весь этот процесс потому что у меня появлялось и много новинок которые я хотела тестировать и краситься больше ими или я вообще хотела наносить минимум косметики и наносила просто что-то одно блестящее наподвижное веко но с этой недели вроде аномальная жара спадает и вот с 43 градусов днем нам обещают 36 36 это чудесно и я вот так вот оптимистично решила набрать себе косметики и надеюсь уже на этой неделе начать наконец-то снимать снова влоги косметические косметические дневники чтобы что-то вот можно было вам уже показать потому что я очень хаотично вот последний там месяца полтора так давайте начинать во первых за это время у меня изменилась моя косметическая база так сказать и я хочу вам показать что теперь у меня находится постоянно в косметичке и что в проекты не входит мои во первых два средства для губ они у меня идут как праймеры я наношу их перед тем как начать непосредственно макияж это у меня вот такой плампер от баксом классная штука я вам его уже советовала он покалывает он с плампинг эффектом расправляет морщинки при этом у него свойство такое немножко он что-то среднее между маслом и силиконом очень интересно ощущается на губах питает увлажняет не сушит дает небольшой оттенок оттенок потом минут через 15 слабеет и вот как раз пока весь макияж с лицом с глазами я проверну и закончу и настанет время наносить помаду губы мои расправлены напитанные мягкие в общем короче я обожаю эту штуковину она у меня теперь всегда в косметичке также недавно я купила себе масло для golden rose я им пользовалась один раз обычное масло стандартное в принципе неплохое это какая-то их опять лимитированная коллекция golden rose часто такое случается тут должен быть аромат клубники не знаю мне аромат клубники не очень понравился но он обычный какой-то немного химозный как из конфеток неплохое масло пользовалась ему пару раз далее я наношу вот такой праймер от clorans у меня это оттенок 08 называется он rose gold pearls в принципе он мне нравится пользовалась несколько раз хороший у него подсвечивающий эффект меня устраивает также достала тональник муссовый от essence который мне достался в турецкой коробочке красоты у меня это 0 1 оттенок и он откровенно темненький вот так вот он выглядит очень он нежный я им пользовалась один раз пока в принципе вот вместе с базой они как-то друг друга балансируют и на коже он у меня нанесся неплохо ну посмотрим это далеко не новинка и вообще не хочу заострять на него внимание но вот это то чем я сейчас пользуюсь я в плане тональных средств вообще не притязательно не прикалываюсь по ним не коллекционирую просто использую как расходник если мне он не подойдет без сожаления естественно выкину и куплю что-то другое девчонки я извиняюсь если вам слышно у нас летают вертолеты очень часто дело в том что мы живем рядом с горами с лесом и мы из-за аномальной жары пожарные вертолеты летают на дежурство видимо то есть последнюю прям несколько дней они летают постоянно давайте продолжим у меня следом идет консилер это консилер от холика холика я вам его уже показывала у меня это оттеночек 01 он мне сейчас как будто бы немножко светловат но из-за того что это консилер и наношу я его по чуть-чуть он мне нравится он пигментированный он тонко ложится он не забивается в складочки он немного менее пигментированный чем мне надо но при этом он достаточно стойкий и в принципе он не устраивает очень крутая штука особенно если учесть какой он бюджетный матирующую пудру свою я вам может тоже показывала это perfect пор это the same вообще мне абсолютно она устраивает я наношу ее только на т-зону она мне хорошо держит на мою жирную кожу примерно полтора-два часа это нормально для жирной кожи в 40 градусную жару как можно понимать потом я просто либо припудриваю либо уже забиваю на макияж в общем я и пользуюсь тоже всем она меня устраивает и всем это пудра меня устраивает ничего в ней примечательного обычная рабочая лошадка далее продукты для бровей и первое мое изменение я взяла в качестве продукта в качестве теней для бровей однушку от офра которая у меня оставалась после того как я раздербанила палетку вообще это вот такой вот сатиновый оттенок и если смотреть сводь может показаться что он абсолютно неподходящий для бровей потому что он выдает рыжину мало того он еще и выдает сатиновость такую но на самом деле я делаю им брови и абсолютно не видно что оттенок сатиновый и он подходит сейчас к моему типу внешности в общем но тут немножко запачканная упаковка так в общем до очередной вертолет улетел кстати я подошла летел он уже с капсулой воды то есть они реально где-то тушат пожары я надеюсь что у нас скоро спадет эта жара аномальная в общем вот такая у меня однушка теней для бровей у меня был другой рефил для этого предназначен но он раскрошился и теперь я пользуюсь вот этой однушкой а тофра она очень хорошо спрессованная мне кажется хватит очень очень надолго но я по этому поводу и не парюсь подходит мне и замечательно также я открыла вот такой вот гель всем известный от пусси ну что сказать пахнет он каким-то мужским дезодорантом дешевым это мне не очень нравится прям сильно пахнет в процессе носки конечно уже нет только в процессе того как вы им пользуетесь и я бы не сказала что он прочесал мои жесткие брови у меня все-таки жесткие брови жесткие волоски и он укладывает их но укладку аля ламинирование с ним не сделаешь то есть для этого нужно чтобы было либо ламинирование бровей до либо чтобы волосы были на бровях мягкие это не моя история но я и не требую в принципе от геля для бровей чего-то сверхъестественного потому что ну я просто знаю что у меня жесткие брови не понравилось этот гель он фиксирует просто ничего сверхъестественного еще из постоянного использую клей для глиттера от nix использую тушь люкс визаж xxl это мой первый опыт использования данной туши мне нравится как она работает но на мой вкус пока она жидковата то есть это вот та тушь которая должна немножко подогустеть она у меня открыта всего неделю я думаю что уже на следующей неделе начнет работать именно так как мне надо мне нравится форма щетки мне нравится что она не осыпается не отпечатывается мне нравится как она прокрашивает ресницы даже с первого раза даже жидковатая она крутая классная тушь конечно белорусы молодцы и также у меня постоянно косметички два карандаша черный и бежевый турецких марок стоили копейки какой-то био улиц если правильно произношу и лайки дим марки ну черным я довольна но это нужно постараться плохой карандаш сделать черный бежевый много не так хорошо рисует по слизистой как бы мне хотелось вот так вот они выглядят обычные базовые оттенки вот это моя база это то что у меня всегда косметички а теперь давайте набирать продукты на эту неделю начать хочу конечно же с теней потому что это основа моего макияжа получается я хочу взять на этой неделе во первых опять палетку от дэнона яко которая яко-юко-юко как только ее не просклоняли бедную в общем хочу взять вот эту палетку планирую снять с ней собиралку когда же как не летом и не осенью пользоваться вот такими оттенками пока кожа загорелая мне кажется они будут шикарно работать шикарно смотреться вообще ее обожаю прикреплю где-нибудь сбоку сводчи не будем уже тратить на это время я не показываю на своем канале а неоднократно она мне очень нравится и вот сегодня хочу взять ее на эту неделю далее обычно я выбираю еще какую-нибудь маленькую палетку но я хочу взять опять вот эту вот ситок от аденса и дело в том что когда последний раз я брала ее в косметичку я и так и не воспользовалась а я думаю может быть на эту неделю а снять какой-нибудь розовый макияж мне вот с этим оттенком он не очень нравится очень красивый и вот сделать с ним что-то типа мономакияжа я думаю попробовать он безумно красивый просто безумно красивый также достала свою палетку с однушками хочу взять вот эти два оттенка это little косметик с очень мне в свое время понравились такие красивые духом и мультихромы я планирую еще что-то взять от little обязательно но сначала хочу немножко под разгрузиться от однушек других и подождать все-таки скидку на little чтобы покупать по скидке и я хочу соединить вот эти два оттенка с вот этим прекрасным блестящим оттенком из audience и вот создать какой-то такой интересный макияж по моему они великолепны просто больше ничего и не надо и давайте выберем палетку для макияжа с красной помадой у меня вот тут есть палетка которую по моему я еще не показывала в использовании на своем канале что странно и вот эта палетка это баксом и коллекция тики бар я не знаю есть ли еще в летуале в россии баксом без понятия продается ли он в европе но я в свое время накупила палеток от них и вообще не жалею мне они очень нравятся здесь потрясающие оттенки они смотрятся очень базово и достаточно блёкло особенно на фоне вот этих вот всех теней но на самом деле при макияже с акцентом на губы эффект будет замечательный это тени во первых они практически все сатиновые вот это один матовый оттенок для построения формы качеством тени баксом очень хорошие давайте также посмотрим этот зеленый оттенок это такой вот знаете бесячая эта формула какого-то полусатина полуматого с блестками ну я я помогаю строить себе и форму чуть-чуть затемняю он красивый на самом деле остальные все оттенки это такие полусатин и полушиммеры и на глазах и я помню делала ей два или три макияжа всего на глазах они смотрятся очень красиво дают такое знаете почему-то ощущение от макияжа вот именно такого летнего загара солнца пляжа и даже не знаю почему они действительно передают вот это настроение видите то есть какие-то они прям вот цитины полные а что то есть более блестяще мне нравится формула баксом она очень мягкая маслянистые они позиционируют свои тени как тени в которых уже включена база для век и которые не предполагают использование каких-либо вас и подложек нравится мне упаковка этой палетки и как она внутри сделана передается такое вот летнее настроение здесь также включены их знаменитые румяна сейшелл это один из оттенков бестселлеров очень мягкие и вот такой вот загарным них загарный нейтральный оттенок потрясаю это что-то среднее между румянами и бронзером а это хайлайтер очень яркий хайлайтер сразу посвочу сюда это вот румяна они сатиновые очень красивый оттенок и вот такой яркий хайлайтер очень люблю эту палетку и беру ее на эту неделю с поверхностью стала закончили единственное что сразу хочу взять из ярких помад из моего проекта две помады одну помаду для розового оттенка и для такого розового макияжа в стиле барби корт который я планирую снять и я хочу взять вот эту помаду от кейли дим это оттенок который называется бэкстейдж бэмби это вообще просто такая яркость такая дикость это такая кручатская помада сейчас я вам ее тут с почем вот такая помада я помню я носила ее один раз своей жизни у меня был такой минималистичный макияж просто типа прокрашены ресницей и на загорелое лицо нанесена вот эта помада на увлажненные губы обалденно просто хочу хочу попробовать это должно быть что-то с чем-то причем обычная такую не ношу поэтому она вот у меня так и лежит пора с этим завязывать пора использовать то что есть ну и к вот этой палетки надо подобрать какую-то помаду красную хочу взять вот эту вот помаду от бобби браун у меня это оттенок лулу в лимитированном упаковке в лимитированной и это вот такая вот наоборот морковно-оранжевая помада но она полупрозрачная и при том методе при котором я использую все помады то есть наношу уже на губы увлажненные маслом или каким-то праймером она ложится полупрозрачно это должно быть очень красиво вместе должен быть какой-то такой курортный образ на прогулку вдоль моря ну как то так это задумывается все все теперь с поверхностью стола точно закончили давайте переходить к ящику во первых наверное нужно взять бронзер потому что в палетке от баксом есть румяна и хайлайтер и в принципе одних румян было бы достаточно потому что они такие ну как полу бронзов скажем так похожий оттенок есть у бар минерал но тем не менее я хочу взять бронзер и хочу взять вот этот вот экземплярчик который у меня появился последним в коллекции супер подсвечивающий супер сияющий бронзы лимитка от фенти которая проходила в прошлом году смотрите он вообще как тени на лице мне нравится как смотрится если легкой кистью чуть-чуть очень 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 круто смотрится и это у меня оттенок что-то из этого либо вот это либо вот это я уже не помню вот что получилось для лица давайте еще возьмем какую-нибудь палетку наверное вы знаете давно не брала вот эту вот палетку от our глаз хочу взять ее мне она очень нравится я люблю ее она очень благородно смотрится на лице ну я вам уже много раз об этом говорила то получается хайлайтер пудра и румяна но беру я вот из-за этих румян боже мой какие они шелковистые вот из-за этого оттеночка давайте бронзер еще посвочь хочу его использовать с розовым оттенком вот этим вот румяна и бронзер также думаю что для палетки от денона мне нужно что-нибудь очень тепленькая для лица давайте возьму вот эту двушку лимитированную от бобби браун тоже и очень люблю здесь сияющие румяна и хайлайтер у меня это в персиковом оттенке версия пич глоу вот такие оттенки будут для лица на этой неделе ну и остались только продукты для губ получается у меня есть для макияжа с красной помадой продукт для розового макияжа backstage бэмби я взяла и и теперь осталось выбрать что-то такое нейтральное для палетки юка должно быть что-то очень тепленькое и желательно не то что я беру и беру каждый раз на самом деле без проигрышный вариант это помада в сатиновой формуле от худые у меня это вот так оттенок она обалденная но я очень часто и уберу по моему я не так уж и много пользовалась помадой от наташи диноны которую купила на распродажу в черную пятницу может быть это исправить надо у меня это оттенок андреа и он вот такой как раз мне кажется такого неоднозначного оттенка но для рыженьких тепленьких макияжей и кажется пойдет это вот такой вот сатин а вот здесь у меня все помады мне кажется неудови некуда и нужно взять блески к нам опять летит вертолет это кончится же знаете хочу взять вот этот блеск лимпом ни разу не пользовалась у него такой оттенок интересный это опять баксом и оттенок спасет ванилла латте и он прям желтоватенький ну-ка ой они мастер сводчи ну в общем мне кажется будет классно смотреться он с вот этой бежевой помады от наташи диноны вот такие у меня получились продукты на губ на эту неделю давайте посмотрим на общую кучку косметики и под собственно так косметика которую я буду делать макияжи на этой неделе надеюсь что у меня наконец-то получится возобновить свои косметические влоги вам девчонки спасибо большое за просмотр желаю вам прекрасных макияжей море вдохновения чудесных покупок чтобы вас все радовало будьте здоровы всем спасибо за просмотр всем пока пока